Приветствую вас, Артём. Давайте разберём ваш текст, ваш вопрос, который вы задаёте. Мне кажется, это интересно. Во-первых, разочарование. Мне кажется, что самый прямой путь к тому, чтобы как-то сопротивляться к психотерапии, это как раз-таки чего-то ожидать. Потому что проблематика часто находится не там, где кажется вам. Проблематика часто находится в совсем других сферах, в совсем других местах. И естественно, когда начинается об этом разговор, когда начинается обсуждение этого, то, конечно же, я бы сказал, что появляется разочарование. Например, если вы приходите к психологу с определёнными ожиданиями, то это очень сильно мешает. Очень сильно подавляет и, в общем-то, блокирует, я бы даже сказал, процесс работы. Вот. Но вместе с тем... Вместе с тем... Ожидание довольно хорошо отражает суть ваших желаний. То есть, ну, того, чего, например, вы хотите. И мне кажется, что правильная работа с ожиданиями, с вашими желаниями, она, в общем-то, может вывести на реальную проблему при условии, если вы хотите эту самую реальную проблему решать. Вот. При условии, если вы, ну, на самом деле, заинтересованы в том, чтобы решать какие-то вещи, чтобы меняться, вот, если вы хотите меняться на самом деле. Вот. То есть, тут вот нужно обязательно такое вот разограничение, на мой взгляд, провести. Это первое. Второе. Вы пишите, что, значит, окончательно разочарование психологов, то есть, как бы, что это окончательно не очень понятно, но, опять же, основываясь на некой практике своей, я могу сказать, что... У некоторых людей не обязательно это вы, а может быть такая вот стратегия, что люди приходят к, например, специалистам для того, чтобы убедиться, что им никто не поможет. Вот. Вот. И когда эти люди приходят, например, на психотропию, именно вот, чтобы подтвердить, что им никто не поможет, естественно, им никто не помогает. И, естественно, шапион это подтверждает изначальную такую вот, ну, поведенческую, я бы сказал, направленность. Изначально это подтверждает, как бы, вот, цель человека доказать себе, что ему никто не поможет. Это вопрос личной ответственности, в первую очередь, то есть, это, как правило, именно вопрос ответственности, то есть, отношение человека к тому, что он сам делает в психотерапии, что делает психолог. Может быть, это недостаточное разграничение ответственности психологом. Тут, конечно, сказать слой. Влияет ли опыт работы? Вот вы говорите, да, что может не обратиться к психологу с наклеительным стажем и так далее. Мне кажется, что больше здесь вы говорите не про саму психотерапию, а про некие внешние факторы. Если у человека многолетний опыт, то, соответственно, он вам обязательно поможет. И я не знаю, видите вы или нет, но здесь тоже речь идет про то, что вы ждете чего-то. Здесь тоже речь идет про ожидания ваши. А ожидания имеют свойство разбиваться. Вот. Ожидания имеют такое свойство не сбываться. И есть, соответственно, довольно большая, как мне кажется, вероятность того, что вы разочаруетесь и в этом специалисте тоже. Просто потому, что полагались на его опыт, ждали, что вам помогут, вам, например, будут помогать, но не так, как вы сами этого хотели, например. И все пойдет по тому же пути, что и дает. Поэтому здесь, я бы сказал, все не так однозначно, как вам может казаться, здесь все не так однозначно, как на первый взгляд. Опыт, это важно, но важны также и другие факторы. Например, школа психотерапевтическая, в которой относит себя специалист. Например, ваше взаимодействие со специалистом, например, ваша направленность на решение проблемы или нет. Потому что, если, например, вы пытаетесь, допустим, переложить ответственность за решение проблемы на психолога, то тут, скорее всего, никакой опыт вам не поможет. Потому что ни один профессиональный психолог не будет брать ответственность за вашу жизнь и себя. Это не профессионально. Я бы даже сказал, что это очень деструктивно. Поэтому здесь есть масса нюансов, на которые, на мой взгляд, нужно обратить внимание. Вот. И, наверное, в какой-то степени нужно уважать свой выбор. То есть, если вы выбираете специалиста, то нужно этот выбор уважать и, соответственно, дать шанс психологу делать свое дело. Потому что психотерапия – это процесс небыстрый. Вот такой вот момент. С одной стороны, я с уважением и сочувствием отношусь к тому, что вам не повезло, возможно. С другой стороны, моя практика говорит о том, что такие вещи, которые я описал, вполне возможны. Они вполне реальны, они случаются, они происходят. И я бы очень не хотел, чтобы вы стали жертвой такой поведенческой модели. Вот. Поэтому тут тоже очень важно обратить на это внимание. Я не знаю, насколько это все для вас условно актуально, но вот хочется вернуть, что на эти моменты я смог обратить ваше внимание. Вот. Поэтому сам по себе факт обращения к другому специалисту вам ничего не даст, потому что модель поведения с другим специалистом у вас будет скорее всего такая же. Вот. А изменить эту модель поведения, менять эту модель поведения вы скорее всего не захотите, потому что для вас это может быть страшно, для вас это может быть непривычно, для вас это может расцениваться как какое-то вторжение, как какой-то вред, и соответственно вы будете настаивать на свое. Вот. Поэтому я бы рекомендовал на самом деле здесь пообщаться с несколькими еще специалистами. и посмотреть вообще как вы себя чувствуете, да, как вы себя ощущаете с ними. Вот. Вот. С кем вам комфортно, с кем вам хорошо, есть ли те, с кем вам комфортно, есть ли те, с кем вам хорошо, или вы со всеми себя чувствуете плюс-минус одинаково. Вот. Если со всеми, то об этом, на мой взгляд, нужно обязательно сказать. Потому что это будет весьма полезно для работы, вот, знания о вас, понимания вас, вот, знания ваших особенностей. Вот. Ну и насколько вы отдаетесь тем переживаниям, которые есть, насколько вы честны с собой, и насколько честны с специалистом, вот тоже, на мой взгляд, очень важную роль играют. Потому что, если на это не обращать внимание, да, в своем, то мы действительно рискуем, ну, тратить время и ваше, вот. Мы рискуем тратить время свое, и в итоге хорошего ничего из этого не получится. Вот. Поэтому решать вам одно, решать и определяться с целью вам, вот, чего вы хотите, перебирать специалистов, например, или, допустим, вы хотите решить свои проблемы, это вот, как мне кажется, важный момент. То есть честно себе ответить на вопрос на это. В первом случае решить вашу проблему вполне может. во втором случае доказывать, заниматься тем, чтобы доказывать, например, вам, ну, какой-то профессионализм или там свою состоятельность. Ну, я думаю, что просто психологи не будут этим заниматься. Потому что те, кто в практике давно, вот, они цену себе знают, вот, на что они способны тоже знают. И бороться за то, чтобы вы оценили, ну, их, эээ, не буду. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, важен акцент. Мне кажется, здесь важны ваши приоритеты. Если ваши приоритеты, эээ, ну, доказать, например, что никто вам не способен помочь, что это не лучший мотиватор для того, чтобы работать. Вот. С другой стороны, если вы, если вы считаете и полагаете, что, эээ, помощь вам, вам, вам волна, то вы можете начать, эээ, прямо с этого, вы можете начать, прямо с этих аспектов сказать, что, оп, эээ, такая проблема, я боюсь, что мне никто не сможет помочь. Оп. А здесь, эээ, здесь, эээ, есть, эээ, очень, эээ, важная история, когда ээээ вы разграничиваете ответственность свою и другого человека. Потому что, в любом случае, какой бы специалист ни был, это ваша жизнь. В любом случае, каким бы специалист ни был, ваша жизнь принадлежит вам, и только вам, и больше никому. Проживайте свою жизнь вы, а не кто-то другой. И это очень важный момент. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. По крайней мере, я на это надеюсь. Вот. Желаю вам всего самого доброго, желаю вам удачи, и надеюсь, что ваши проблемы, какими бы они ни были, будут решены. Все. Но... Со временем. Но... Постепенно. Не сразу. Удачи вам. Всего... Всего самого... Доброго. Всего самого хорошего вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok